Доброе утро и еще раз здравствуйте вновь представляем вам ландшафтный дизайнер кандидат сельскохозяйственных наук Анна Россинина сегодня у нас в гостях Роман Ана доброе утро я не могу еще добавить когда я вижу черенки подтянулись да на черенкование а есть черенок и еще какое слово щерашек черешок невышable отличаются но черешок это у листа это место соединения листа и стебля ног это вегетатил часть вегетативного побега отжаясь для дипят новопол Nashville то что размножаются черенками да в общем то можно что все размножается черенками главное that даже люди иногда и как ну вегетативно это все ваших силах но сегодня моя других лучше всего какие кустарники все-таки размножаются какие вот можно без за безопасно до черенковать те кто пришел сегодня со мной замечательно размножаются как раз зелеными черенками и что такое собственно зеленый черенок это то что летом имеет листья и имеет полуодревесневший побег как вы думаете чем отличается полуодревесневший побег вообще древесневшего я думаю жесткостью своей консистенции совершенно верно поэтому для того чтобы понять что можно взять для черенка до нужно его что потрогать надо аккуратно потому что у кого-то есть колючки какой-то барбариса например и совсем мягкие побеги для черенков не подходят не очень подходят потому что силы у них пока тратится на то чтобы расти я как люди размножают когда когда уже когда ипотеку взяли вот тогда размножают вот вот можно считать что вот этот еще не готов к этому делу вот поэтому нужно желательно выбирать полуодревесневший черенок например у барбариса про который я сейчас говорю очень часто бывают такие довольно мощные летние побеги у которых древесины еще совсем нет вот такой почеренок такой стволик ну если уж совсем приспичило вам оттяпать где-нибудь да и такая выдалась чудесная возможность непреодолимое желание черенкования настигла вас делать допустим к друзьям да а у них там вот такой и вам тоже надо там уже кто-то начеренковал и вы думаете и я готов конечно надо предупреждать друзей что ты сейчас будешь черенковать естественно вообще это прилично вообще у друзей черенковать что-то или нет мне кажется это какое-то ну такая продолжение раз объединяет естественно будете обсуждать это зимой долгие в зиму вечерами а помните как черенковали у вас было раз как делают это англичане сидят с книжкой садовой возле камина и обсуждают вдруг кто-то потом придет надо спрашивать у людей потому что помнишь я у тебя украл да 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 или он придет и признает что оказывается он взял тогда черенок и мне кажется это целый повод для расследования специальный вопрос а нужно ли черенок ставить в воду давайте по порядку отрезали вы его от дерева черенок что делать дальше отрезали от дерева и плюс в чем в том что то что вы отрезали будет однозначно таким же как материнское растение потому что при вегетативном размножении все признаки сортового растения они сохраняются дело с водой на самом деле такое так скажем двоякая кто как любит вот здесь я отрезала хотела при вас отрезать на яблони как-то не часто в черенковании все на ответственности исключительно вот ваших предпочтений доходите в воду черенок вообще это очень просто не надо париться вот когда есть у вас время тогда и отрезали я вот люблю чтобы видно было корень что все пошло тогда уже сажать но на самом деле в промышленных масштабах если бы вы видели как это происходит это вообще потрясающий процесс это такая дрын 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 все очень быстро конвейер просто черенки рубят черенки летят и под 45 градусов парничок там у них установка искусственного тумана стоит как романтично черенковать просто тыкают землю и все и ничего не надо сидят у вас помидорки в теплице у вас сидят помидоры в теплице и вот так вот междурядивая наискосочек дрын дрын сирен менгерскую на изгород например барбарис или там какие-нибудь перейки раз и туда и хорошо зачем вы думаете я вот это сделала чтобы для красоты чтобы ему было легче расти вам больше нравится так чем так это совершенно верно потому что это растение у него же нет ни головы ни низа ничего не будет тратить да вот на питание как раз из-за того что листики отрезаны можно до конца только что александр получил степень кандидата сельскохозяйственных наук старался правда совершенно все правильно половину именно вообще как правило советуют оставлять третий но можно в половинку это в общем то не критично дополнительно если вы переживаете что у вас что-то не получится берите наш любимый корневин всегда есть какие-то средства которые помогают черенкование которых мы никому не скажем но обязательно припудрим мы же никому не говорим что мы припудриваемся да вот возникает ощущение что вот садоводство очень простая наука черенкуешь не глядя рубишь все хорошо мне очень нравится знаете какая штука очень часто допустим я общаюсь с каким-то садоводами они говорят вы знаете я пока не знала вот у меня там сидела гортензия он и сидел и цвела потом я столько всего узнала что столько делать нельзя так вот я хочу сказать гортензия выживала там без эксперимента и все было хорошо до того как человек узнал как было надо поэтому не бойтесь берите режьте в помощь вам корневин под 45 градусов спорничок и все будет шикарно ну если что можно наверное в интернете видео по черенкованию найти там их особо большое количество новое утро анна россинина черенкование вконтакте мы всегда полезные советы наши выставляем поэтому заходите спрашивайте с довольствием ответим спасибо вам огромное черенкуйтесь друзья сегодня еще и обливайтесь и черенкуйтесь да все будет обязательно ищите цветущий папоротник обязательно как надо черенкуйте папоротник все через две минуты встретимся уже в студии